Да. Это как раз и есть часть бизнес-образования. Мы занимаемся именно образованием бизнесменов, в первую очередь, глубоко нами любимых IT-специалистов, в первую очередь. Я слышал, что в данный момент огромное внимание в развитии IT-специалистов уделяется новым технологиям, коду, каким-то мониторинговским технологиям. Но не в таком максимуме, где я услышал слово «экспресс-перемонтный город в Украине», а в область дизайна, где действительно дизайнеры, молодые характеристики, в основании в сторону, и только для того, чтобы максимально красиво, удобно упаковать продукт. Но мы в бизнесе не просто о живописи, о котором может не быть, а в бизнесе, а в бизнесе и о философии. Философия – наука, которая учит мыслить. И философия – это наука, которая учит формулировать в связанный текст проблему. Потому что если ты хочешь найти решение, тебе нужно очень хорошо сформулировать проблему. То есть, говоря простым языком, развивает нашу думалку, мы способны тогда эффективно решить задачу не за 6 часов, а за 3 часа, если мы перед этим хорошо развили мозг, буквально хорошо развили мозг. Не изучили новое приложение, которое оптимизирует нам время – это хорошо. Но этого недостаточно, если вы ищете, какой вопрос вы вообще решаете своим приложением. И да, до сих пор этим занимались бизнес-аналитики, юзер-эксперс-дизайнеры и собственники компаний. Вот этот в основном сектор. Ну, какой-то, да, опыт. И, разумеется, это люди очень сильно развиты, и все понятно. Если у него медицинское приложение, они изучают эти сферы и клиентов, которые находятся там. Если они делают приложения, связанные с нейросетями, они касаются огромного количества изучения физики. Как мне вчера сказал фаундер одного из таких проектов – метафизики даже. Я к чему? Надо развивать мозг регулярно. Если навык формулировки мыслей, навык формулировки проблемы атрофируется, то люди часто приходят к неверным решениям. А это очень дорого. Ты год чем-то занимался, решение получил, а оно вообще проблему не решает. Почему? Потому что дума у кого время не сработало, и вы не смогли вообще сформулировать проблему. Вот философия учит мыслить и формулировать как минимум. Это практические примеры применения знаний, которые получены в церкви философии, в каких-то проектов в бизнесе. Есть ли какие-то личности, которые говорят, да, благодаря твоему глубокому познанию важной философии идеалов сейчас мысли так? Давайте возьмем неконкретную историю, потому что их, наверное, слишком много. Философия зашита в базовое образование во всех колледжах и университетах в Западной Европе и в Северной Америке. Поскольку у них не было Советского Союза, то в университетах философия сохранилась. В Советском Союзе философия была вычеркнута из списка обязательных наук, немножечко пожила как узкоспециализированная, скажем, то есть количество философов, которые выпускалось, все равно было ничтожным. В Западноевропейских и Американских университетах все даже IT-специальности, в том числе базовые дисциплины, изучают философию, считая это необходимым, потому что им нужно развивать логику и, как мы уже говорили, навык формулировки мыслей и, разумеется, коммуникации. То есть им нужно очень хорошо уметь выступать со сцены. Это базовый для них навык. Соответственно, количество IT-стартапов в Северной Америке, в Западной Европе резко больше. Вообще продуктовых компаний, стартапов в частности, значительно больше успешных, чем в Украине. В Украине, в силу того, что мышление не очень развито, и базовой дисциплины не было, просто в базовом даже образовании, способны на аутсорсинг и иногда на какие-то продукты тех людей, которые каким-то образом свое мышление развили, каким-то образом в шахматы играли хотя бы что-то. И второе, даже если когда мы говорили, я сейчас поговорил порядка 40 людей, фаундеров IT-стартапов, говорю, смотрите, если вы действительно готовы проверить, поизучав какое-то количество философских книг, готовы проверить на себе, насколько думал, как будет работать лучше, и это повлияет на ваш бизнес, на способ ведения дел. Они бы сказали, да я бы с радостью только где. Мы обнаружили вторую проблему, контента немного. Есть, немного. Доступ к нему, еще надо искать. То есть мы столкнулись даже не с тем, что люди-то бы и рады, в общем-то некоторые, но куда бежать за знаниями. Вот, поэтому да, мы делаем прессийский проект, в общем-то, с целью, для тех, кто уже понял, просто дать им контент, чтобы они могли уже учиться. А для тех, кто еще не понял, мы хотим популяризировать это как проблему, обозначить ее, привлечь их внимание, чтобы философию, возможно, даже стало модным, изучать философию стало модным. Поскольку мы не можем зашить это в официальное образование, прийти в университеты, это связано не с тем, что мы не любим университеты, которые в этой стране, они тоже большие молодцы, многие из них далеко продвинулись. Киевские, Харьковские, Одесские университеты, очень далеко. Дело в другом, и факультеты психологии, и философии запущены, все здорово. Но мы-то занимаемся людьми, которые уже выпустились из университетов, действующие предприниматели. То есть у них обратно я в университет не посажу. Поэтому им нужна какая-то удобная форма, мы про подкасты говорим или про посещение выставок, какой-то интертеймент должен в их жизни происходить, видишь, люди вот 30 плюс уже, конечно. Правильно я думаю, что наше бутылочное образование в данный момент воспитывает не кривейторов, а больше исполнителей. Не те люди, которые готовы придумывать и предлагать рынку, предъявлять рынку известные продукты, а те, которые готовы выполнить, это поставленное искусство. Да, и поэтому редкое количество лидеров, институт лидерства уже в Украине формировался, попытается решить такую проблему с мотивацией, как давайте-ка что-нибудь создадим. Но лидеров буквально в стране наперечет. Последний рейтинг, который составил, например, MC Today, список из 200 активных лидеров, создавших 200 компаний в Украине, которые вообще что-то делают и ведут за собой. Да, остальные, в общем-то, являются не креаторами, а помощниками таких лидеров. Конечно. Ну, оно до сих пор. Это как, недавно говорил Влад Троицкий, это как вирус. То есть это не зависит уже от возраста. Это вот эти дети. Это москве. Да. Он говорит… Круговую поругу можно только инъекцией культуры. Инъекцией культуры, изменением среды, да. Чтобы даже твои родители тебя не могли укусить. Или могли, если они тебя даже кусают своим советским видением мира. Отравленным. Отравленным. Какие бы они замечательные не были, они все-таки уже не рвутся в креаторы, конечно. Да. Да, даже если молодой человек хочет каким-то образом быть, то у нас все, наверное. Ну, среду надо насытить новым продуктом. И популяризировать его, да. Ну, вот Big Genius Project это не среда, это конкретный проект, в котором очень четко описаны стадии на протяжении года. То есть какой продукт будет добавляться на рынок. У нас там есть конференции, подкасты, онлайн лекции, очные лекции, дискуссионные клубы. Это все же разные формы взаимодействия с одним и тем же зрителем. И все вместе это вот продукт, основной продукт культурного хаба, который, в общем-то, нас недавно в интервью спрашивали, что же вы делаете все-таки. Мы говорим, мы делаем важную штуку, мы бизнес и культуру объединяем. Через что? Вот через просвещение. Да. Почему Ренессанс, может быть, еще есть смысл говорить? Проверяем, да, что-то. Да, это способность продукта, мы возвращаем обратную связь. И создать свою мастер-группу и чем они будут заниматься, что уже можно им предложить. Да, такую мастер-группу и официальный старт биджиниус про просвещение проекта, который дальше будет весь год идти, мы делаем вместе с Google Fest. Это будет наш совместный специальный проект. Это будет в конце сентября в Днепре. Пожалуйста, присоединяйтесь с 23 сентября по 29 идет Google Fest. И 4 дня точно для такой мастер-группы мы проведем целый ряд активностей. Я сейчас не буду все называть, поверьте, это будет круто. По окончании четырех дней вы почувствуете буквально конкретные ощутимые для себя результаты, что вы будете наполнены определенными знаниями, а также инструментами, как изменить ситуацию в своем реальном деле. В жизни вообще и в деле, если вас волнует свой собственный бизнес. То есть мы дадим вам инструменты, мы покажем вам, как интересно можно получать ранее неизвестные вам знания. И, конечно, надеемся на вашу обратную связь, потому что это и есть мастер-группа, как вы назвали. Сейчас некая эпоха. Как ее назвать? Наверное, мы стали ее никак назовем последователем. Новое время это называется. Новое время во всем мире сейчас новое время. Почему оно новое, не могу понять пока. Ну, это так называется. Мы терпим вдохновение, знания, мудрость в эпохах предыдущих. Одна из них эпоха, не знаю. Почему колоссальное внимание приковано ли? А приковано ли? Ну, вы говорили, что вы хотите использовать. Да, я понял. Ну, то есть в Западной Европе это норма. Колоссальное внимание приковано. Да, изучение всего, что породил Ренессанс для Западной Европы и Северной Америки это базы. Философия, искусство, живопись, музыка. Все, что там я могу, театр, перечислять. Это все в основном наследие ренессансных гениев и эпохи просвещения и потом начало нового времени до модернизма. Мы сейчас такой пост-модерн уже живем эпоху, что-то новенькое происходит. Мы сейчас переосмысляем. Ну, как мы, западные европейцы переосмысляют, а нам бы еще нужно догнать их по знаниям, доучиться, вот понять, почему эпоха Ренессанса. Там слишком много, большое количество исследований сделано, почему именно Ренессанс такой взрыв человечеству дал, тем более, что ренессансные творцы опирались на античность. Они, ну, это во многом связано с переводами, массово начали переводить, и латынь перестала быть языком основным для этих книг, да, неких избранных, и в том числе церковников. Вот они в основном имели доступ к знаниям. Начали переводить просто на европейские языки, на немецкий, на английский, на французский. Начали выйти массово переводы. Благодаря этим переводам, конечно, количество лекций, книг резко увеличилось. То есть появились талантливые ученики, которые, в свою очередь, начали и картины писать, и музыку писать, и потом, становясь мастерами, учили остальных, вообще появлялись школы, целые институции. То есть языковой вопрос, да, языковой вопрос. То есть это вот эпоха, когда много-много чего перевели. И знание стало светским. И это породило большое количество талантливых, гениальных совершенно людей. В картинах просто это очень хорошо видно. То есть даже музыку изучать сложнее, хотя мы ее коснемся в своем проекте. Но в основном это видно хорошо через полотна. И кроме того, что это развивает ваш вкус, когда вы смотрите на красиво исполненное полотно, там есть, кроме основного сюжета, который вы видите, много подоплек того, что заложил тот или иной художник. Для того, чтобы понять эти подоплеки, что он вам, какое послание он вам отправил, зачастую довольно интересные и неожиданные, вам нужно еще понять и личность этого художника, а еще желательно круг его друзей, а еще желательно круг его врагов, экономическую ситуацию в то время, когда он эту картину создавал. А некоторые картины писали, например, по 10-15 лет. То есть много чего происходило, да, вокруг этой картины, вокруг этого художника. И картина менялась, и смыслы в ней менялись. Это настолько интересная история, что мне очень хотелось бы, чтобы люди, даже если они смотрели на произведения Боттичелли, они не просто видели красиво расположенные фигуры хорошо исполненной техники, а понимали бы послание эпохи нам сегодняшним. И мы таким образом, как минимум, расширяем кругозор. А мы существа любопытные, мы хотим понимать истории, нам действительно очень интересно. И мне бы хотелось, чтобы это стало… Мы сейчас привыкли слушать мотивирующих спикеров современных, читать non-fiction литературу бизнесовую, повышать таким образом свою мотивацию. Мы понимаем истории наследия, которые нам оставили… Там, понимаете, там спокойнее. Вот когда я читаю современную non-fiction литературу, она меня продолжает оставлять такой белок в колесе часто, очень высокий темп, такая информация, она такая поверхностная, или она проинструментарий некий. Я не чувствую после прочтения подобных книг себя мудрее, наполненнее, спокойнее, например, счастливее. Нет. Я радостный, но не счастливый. Радостный, потому что, ну окей, классные инструменты новые я узнал. А счастья нет от этого. А мне бы хотелось, чтобы люди сначала были счастливыми, а потом шли в бизнес. Иначе, конечно, бизнес, как мы знаем, штука сложная, и травма, и ну что, зачем нам психованные предприниматели? Украину тут точно не красят. Поэтому, да, в итоге все очень просто, мы повышаем процент счастливых людей. Классно. Хорошо. Мне пора идти. Конечно, спасибо большое. Как ощущения? Ну, если в таком формате, то вообще подкасты. Чистые подкасты. Я не говорю про новости, я говорю про интервью, которая привязана к новости. Вот так. А, вот так. Нам еще, спасибо огромное. Нам еще нужно, нормально можно так работать. Спасибо большое. Спасибо. У нас уже, спасибо.